Исследование Оксана Это международный стандарт хирургического стадирования акселярной области как у первичных пациентов категория 0, так и у пациентов категория 0, которые получали надевантную системную терапию. Гораздо интереснее порассуждать о том, какие же методы хирургического стадирования акселярной области мы можем использовать после надевантной терапии у тех пациентов, которые достигли полного клинического регресса метастазов в акселярных лимфатических узлах на фоне надевантной химиотерапии. Если же говорить вообще о целях проведения наодевантной химиотерапии, то первая и основная цель, конечно же, проведения любой наодевантной химиотерапии – это снижение объема хирургического вмешательства. То есть на фоне химиотерапии уменьшается размер первичного очага, что позволяет нам перевести, например, неоперабельные формы рака молочной железы в операбельные, или уменьшить размер первичного очага до такой степени, чтобы пациенту вместо мастектомии предложить выполнение органсохраняющего лечения. Но что же делать с акселярными лимфатическими узлами? Если до проведения наодевантной химиотерапии мы, естественно, предложим такому пациенту полную акселярную лимфодисекцию, но если произошел регресс метастатических изменений в акселярных лимфатических узлах, должны ли мы выполнять ту же самую акселярную лимфодисекцию? Как же тогда цель проведения наодевантной химиотерапии – снижение объема хирургического вмешательства? И, собственно говоря, если мы обратимся к нашим зарубежным коллегам, вот, например, популяционное исследование, которое было приведено в Голландии, период с 2006 по 2016 год, а именно хирургическое вмешательство на акселярной области после наодевантной химиотерапии у пациентов категории N+. Мы можем увидеть, что частота акселярной лимфодисекции в данной категории больных снизилась с 99% до 53% за 10 лет. При этом частота выполнения биопсии сигнальных лимфатических узлов выросла с 33% до 62%. То есть в некоторых странах центры онкологические уже отказываются от рутинного выполнения акселярной лимфодисекции всем пациентам после наодевантной химиотерапии. Почему же тогда до сих пор возникают споры? Не только в России, но вообще в международном онкологическом сообществе. Почему мы спорим о возможности отказа от акселярной лимфодисекции при клиническом регрессии метастатически измененных акселярных лимфоузлов? Ну, конечно же, это высокая частота ложно-отрицательных результатов первых исследований, которые оценивали возможность биопсии сигнальных лимфоузлов у этих пациентов. Это исследования Сентина, Аказок З1071, СНФНАК и так далее. Частота ложно-отрицательных результатов в общей популяции пациентов была больше 10%. Это действительно много для такой хирургической методики. Но нужно понимать, что результаты этих исследований были опубликованы более 5 лет назад. И на сегодняшний день у нас есть новые, более современные данные подгрупповых анализов, а также современные методики стадирования акселярной области. Например, снижение частоты ложно-отрицательных результатов зависит в первую очередь от количества удаляемых сигнальных лимфатических узлов. Если мы удаляем больше двух сигнальных лимфатических узлов, то значительно падает частота ложно-отрицательных результатов. За счет чего мы можем увеличить количество сигнальных лимфатических узлов? Мы можем использовать двойную маркировку, например, краситель и радиоизотоп для того, чтобы определять сигнальные лимфатические узлы. И в этом случае у нас также снижается частота ложно-отрицательных результатов меньше 10%. Мы можем использовать новые методики хирургического стадирования акселярной области. Это, например, так называемая таргетная акселярная лимфодисекция, когда мы в верифицированный до начала лечения метастатический лимфоузел устанавливаем специальный маркер. И в дальнейшем удаляем лимфатический узел с маркером для того, чтобы оценить регресс изменений в акселярных лимфатических узлах на фоне наодевантной химиотерапии. Достаточно много уже исследований проведено по таргетной акселярной лимфодисекции. И можем видеть, что частота ложно-отрицательных результатов не превышает 7%. В нашем институте мы провели подобные исследования, используя радиозотоп Йода-125. И частота ложно-отрицательных результатов таргетной акселярной диссекции составила чуть более 5%. На сегодняшний день существуют уже рекомендации международные по отказу от акселярной лимфодисекции при полном регрессе клиническом измененных акселярных лимфатических узлов. Если мы, например, обратимся к рекомендации панели экспертов Сангалин, то мы можем отказаться от полной акселярной лимфодисекции у данной категории больных, если мы удаляем 3 более сигнальных лимфатических узлов. И, естественно, эти лимфатические узлы не содержат в себе опухолевых клеток. Если мы обратимся, например, к рекомендациям ССИЕН, то они также гласят о том, что мы можем отказаться от полной акселярной лимфодисекции, если удаляем более 2 сигнальных лимфатических узлов, используем двойную маркировку сигнальных лимфоузлов, радизотоп плюс краситель, и также клипируем доноадивантной химиотерапии, лимфатический узел, то есть та же самая таргетная акселярная лимфодисекция. Естественно, если сигнальные лимфатические узлы в этом случае не содержат в себе опухолевых клеток, мы можем не выполнять полную акселярную лимфодисекцию. Так в чем же причина тогда наших разногласий относительно хирургического стадирования акселярной области? Основная причина – это отсутствие данных по общей и безрецидивной выживаемости таких больных. К сожалению, на сегодняшний день есть только одно исследование, которое было проведено в Европейском институте онкологии в Милане, куда вошли пациенты категории Т1, Т4, Н+, которым проводилась наадивантная химиотерапия, и они достигали полного клинического регресса. Вы можете увидеть на слайде, что кривые, безрецидивные и общие выживаемости не отличаются у данной категории больных. То есть те, кому выполнялась только биопсия сигнальных лимфатических узлов и не было обнаружено опухолевых клеток в этих лимфоузлах, и те, кому выполнялась акселярная лимфодисекция. Более того, при медиане наблюдения в 61 месяц частота акселярного рецидива в категории больных, которым была выполнена только биопсия сигнальных лимфатических узлов, была ноль. И только один случай местного рецидива был зарегистрирован в той группе пациентов, где в сигнальном лимфатическом узле был обнаружен метастаз, и в дальнейшем выполнена акселярная лимфодисекция. Собственно говоря, именно из-за отсутствия данных по общей и безрецидивной выживаемости, а также качества у жизни больных в зависимости от вида хирургического вмешательства. Европейская ассоциация по хирургическим исследованиям ракомолочной железы запустила свое исследование по оценке выживаемости больных ракомолочной железы в зависимости от вида хирургического стадирования акселярной области после неодевантной химиотерапии. Это исследование получило такое приятное русскому человеку название «Оксана», а именно «Axel Resurgery After Neodewant Treatment». Данное исследование является проспективным мультицентровым когортным исследованием по оценке различных методов стадирования акселярной области, будь то биопсия сигнальных лимфатических узлов, таргетная акселярная лимфодисекция, полная акселярная лимфодисекция у больных ракомолочной железы категории N+, до начала лечения, после проведения надевантной системной терапии. Данное исследование является международным, в него вошли центры из нашей страны, из Австрии, из Германии, огромное количество европейских стран. В данное исследование включаются больные с инвазивным ракомолочной железы, стадии T1, T4, N+, и без отдаленных изменений. Метастазы в акселярные лимфатические узлы могут быть подтверждены гистологически или цитологически при помощи трепан-биопсии или тонкоигольной аспирационной биопсии. Но также в исследование включаются те пациенты, у которых нет верификации метастатического поражения лимфатических узлов, но есть данные за наличие метастазов по визуализирующим методам исследований. Также есть опция маркировки лимфатических узлов, так как принято это в учреждении, будь то просто клипса или, например, микроисточники с радиозатопом йода. Пациенты получают наодевантную химиотерапию согласно их национальным или институциональным рекомендациям. А в дальнейшем выполняется хирургическое вмешательство также согласно национальным или институциональным рекомендациям учреждения. Как я уже говорил, это может быть биопсия сигнальных лимфатических узлов, таргетная акселярная лимфодисекция или полная акселярная лимфодисекция. Нужно понимать, что для исследования важно получить данные о различных методах хирургических методик. Поэтому если кто-то не может выполнить биопсию сигнальных лимфатических узлов или, например, таргетную акселярную лимфодисекцию, ничего страшного, полная акселярная лимфодисекция также будет интересна для дальнейшего исследования. Какие же цели проведения этого исследования? Ну, конечно же, это в первую очередь оценка пятилетней инвазивной безрецидивной выживаемости, оценка трёхлетней частоты акселярных рецидивов и в первую очередь оценка качества жизни. Главный исследователь – это Торстен Кун, которого мы ещё услышим, я надеюсь, сегодня. Ну и главный со-исследователь по направлению России является Пётр Владимирович Кривородько. Ну и я, как назвал меня Пётр Владимирович, так сказать, амбассадор исследования Оксана в России. Что нужно для того, чтобы включиться в это исследование? Ну, конечно же, нужно иметь возможность выполнения всех методик как диагностики, так и лечения рака молочной железы. Необходимо также иметь одобрение Локального этического комитета на проведение исследования Оксана. Ну и из необходимых документов – это выписки из решения Локального этического комитета об одобрении и проведении исследования Оксана на русском и на английском языках. Здесь вы можете увидеть ссылки на само исследование на сайте EUbreast и мою электронную почту, куда можно писать заявки на включение в исследование Оксана. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.